ЗАЛЬЦБУРГ Над Зальцбургом, старым городом в стиле барокко, возвышается величавая крепость Хоен-Зальцбург, свидетельница богатой истории духовной и сверстной власти. Поделённый пополам рекой Зальцах, город расположен по северному краю Восточных Альп. В родном городе Моцарта Зальцбурге, вызывающем неизменное восхищение туристов, подлинное искусство мирно соседствует с Китчем. Памятник Моцарту – место паломничества любителей музыки. Его музыка звучит здесь постоянно. А во время фестивалей город превращается в волшебную книжку с картинками для взрослых. Обрамлённый прекрасными природными ландшафтами, окружённый замками монархической эпохи, Зальцбург – один из красивых городов Европы. Блестящий фестиваль, приятная атмосфера кофейн и донародные обычаи, в Зальцбурге одинаково богато представлена культура, традиция и природа, что притягивает сюда множество гостей со всего мира. Город увенчан крепостью Хоензальцбург. Эта крепость – символ города. Вот уже более девяти столетий стоит на вершине горы Мюнхцберг на левом берегу Зальцаха. Когда-то она защищала город и служила резиденцией его могущественных архиепископов. Это самая крупная крепость Центральной Европы, сохранившаяся до наших дней. Ее территория занимает площадь, равную 30 тысячам квадратных метров. В 1077 году крепость была деревянной. Свой нынешний облик она приобрела постепенно, с течением времени. У подножия крепости, в переулке Фестунгс-Гассе, возле билетных касс находится подъемник, доставляющий туристов к цели. С 1892 года в этих вагончиках поднялось около 45 миллионов человек. Без боя крепость сдается только гостям города Моцартовских фестивалей. А вообще-то она не сдавалась никогда. Ее прочные стены успешно сдерживали любой надежды. Только в 1800 году, когда она уже утратила военное значение, ее передали французам, а сегодня ее прочно удерживают туристы. С тыльной стороны крепости открывается вид на окрестности Зальцбурга. Здесь вы увидите много такого, что хочется увековечить на фотопленке. Если ноги у вас крепкие, вниз советуем спуститься пешком. Эта дорога ведет к горе Нонненберг. Здесь находится женский монастырь, основанный примерно в 700 году и действующий до сих пор. Это самый старый женский монастырь на территории немецкоязычных стран. Отсюда лестница ведет прямо в старый город. Он невелик. Его естественные границы образуют крепость. Гора Мюнгсберг и берег Зальцаха. Старая часть Зальцбурга до сих пор сохранила облик времен позднего средневековья. С тех пор, как старый город закрыли для автотранспорта, можно спокойно гулять по уютным переулкам или нанять экипаж и объехать самые красивые места. Давайте заглянем сюда, на площадь Резиденцплац. Ее фонтан – самый большой фонтан в Европе в стиле барокко. Его создатель был итальянцем, а вот мрамор взят из каменоломен, расположенных в стиле под Зальцбургом. Зальцбург Здание на заднем плане – это новое здание Резиденцплац. Три раза в день, в семь, в одиннадцать и в восемнадцать часов, с ее знаменитой колокольней, слегка расстроенной, доносится хорошо знакомой горожанам мелодии. За углом нового здания Резиденции – площадь Моцарта. Перед памятником великого мастера уличные музыканты исполняют его произведения. Когда-то Резиденцию занимали архиепископы. На втором этаже этого дворца, построенного в стиле барокко, находится картинная галерея, где собраны произведения европейских художников 16-18 веков. Среди них картины голландца Фауля Плоттера и австрийца Фердинанда Виттмюллера. Эта милая картина Виттмюллера называется «Примирение». Одной из жемчужин коллекции считается вот эта картина Рубенса под названием «Сатир и девушка с корзиной фруктов». Этажом ниже находятся самые нарядные залы Резиденции. Потолочная фреска, выполненная Йоконом Михаэлем Роттмейром, изображает пиршество богов на свадьбе Фетири. Она украшает тронный зал, или иначе зал собраний. Архиепископ Вольф Дитрих, отпрыск семейства Медичи, постарался превратить Зальцбург в город культуры барокко. Ему и принадлежит инициатива строительства этой великолепной Резиденции, где часто устраивались блестящие празднества. Деньги на них брали вот из этого сундука. С тех времен сохранилось всего несколько интересных предметов. Например, вот эти астрономические часы 17 века с забавными для нас географическими деталями. Или золототканные габелены искусной работы с изображением четырех времен года. Еще один великолепный экспонат коллекции – «Порочные часы с освещаемым циферблатом». В этой нарядной зале, украшенной узорочным паркетом и габелинами, состоялось первое выступление маленького Вольфганга Амадея Моцарта перед избранной публикой. Выйдя из резиденции и пройдя несколько шагов, мы оказываемся перед Зальцбургским собором. Разрушенный пожаром в 1598 году при архиепископе Вольфе Дитрихе собор был восстановлен в новом для того времени стиле барокко. В огромном мяфе собора, обладающем великолепной акустикой, регулярно исполняются произведения Моцарта. Соборная площадь, прославленная на весь мир одноактными драмами Гуга фон Гоффмансталя, каждый год превращается в театр под открытым небом. Я вовсе не готов представить тебе подобный отчет. Это очень трудно. К тому же я совсем не знаю тебя. Кто ты, посланец? Я смерть. Никого не боюсь. Доберусь до любого. И никого не пощажу. Перейдя через Соборную площадь, вы попадаете на площадь Капительплац, одну из самых тихих в Сальцбурге. Ее красота достойная декорация для королевской игры. Достопримечательности старого города находятся неподалеку друг от друга. Всего в нескольких шагах от площади Капительплац находится монастырь Святого Петра. Пойдя в направлении, указанном на небольшой вывеске, размещенной на стенах мельницы, мы попадем в пекарню. Со времен Средневековья здесь выпекают хлеб в дровяных печах. Благодаря маленьким хитростям хлеб получается необыкновенно хрустящим и долго хранится. Кладбище, расположенное позади монастырской церкви, существовало еще приемлемо. Кованые ограды, своеобразные кресты, аркады, притунившиеся к скале. Все это делает кладбище Святого Петра одним из самых романтичных в мире. За этой оградой находится могила Марианы Бертхольд-Сузонненбург, сестры Моцарта, известной под ласковым прозвищем Нанер. Монастырь Святого Петра Монастырь Святого Петра – единственный мужской монастырь на немецкоязычном пространстве, непрерывно действующий с 17 века. Дорога от монастыря ведет к старому рынку. Когда-то здесь торговали всякой всячиной, а аптека императорского двора с интерьером в стиле рококок будто переносит во времена Парацельсус. А теперь отправимся в переулок Гет-Рай-де-Гассе. Этот живописный переулок с богатыми традициями – мекка для всех посетителей Сальцбурга. Особенно хороши его фасады в стиле барокко и кованые цеховые и магазинные вывески. Однако главный притягательный пункт – Гет-Рай-де-Гассе, дом номер 9. где 27 января 1756 года появился на свет Вольфган Амадей Моцарт. Это место давно стало культом. Квартира, где проживало семейство Моцартов, находится на третьем этаже. Теперь здесь музей, где собраны музыкальные инструменты и предметы, хранящие память о Вольфганге Амадее. В этих комнатах, будучи всего четырех лет от роду, он начал сочинять музыку. Здесь же родилась и его знаменитая сестра Нанел, с которой он часто играл в дуэтах. Переулок Гет-Рай-де-Гассе не пересекает ни одна улица. Зато здесь много так называемых сквозных домов. Их аркады и уютные внутренние дворики – бережные стражи типичной зальцбургской романтики. В конце Гет-Рай-де-Гассе, на площади Сигмут-Плац, находится конская купальня. Название говорит само за себя. Здесь мыли благородных скакунов перед тем, как отвезти их в конюшни. Раньше в этих продолговатых зданиях размещались архиепископские кони, а теперь в этом месте проводятся знаменитые на весь мир сальцбургские фестивали. Каждый год в июле на их торжественные открытия собираются именитые и титулованные особи. Проходящие здесь и во дворе резиденции оперы, спектакли, циклы, балеты превращают фестиваль в культурные события мировой важности. Сальцбург богат культурными традициями. Их неотъемлемой частью является кухня. Вы быстро заметите, как богат выбор блюд в ресторанах и трактирах старого города. Их неотъемлемо. Их неотъемлемо. Австрийская кухня славится разнообразием и хорошим качеством. Для начала убедитесь в ее обширном ассортименте. Зальцбург – город пива, что удивительно для Австрии страны вина. Одно из традиционных пивных заведений – Штигл-Келлер, расположенный у подножия крепости. Пивовары существовали в Зальцбурге еще в 17 веке, а Штигл – один из самых старых и популярных пивных ресторанов, причем отнюдь не только благодаря красоте окружающих мест. Чтобы узнать, Зальцбург по-настоящему стоит побывать и в другой части города, справа от Зальцаха, где находится гора Капуцинерберг. Эта часть города называется Нойштадт, Новый Город. Однако это не совсем так. На другом берегу Зальцаха вы увидите продолжение старого романтического Зальцбурга. С этой площади, которая так и называется Плац, можно пройти в переулок Линцергассе, к дому номер 14. От этой арки начинается подъем к горе Капуцинерберг. Чтобы попасть к монастырю Капуцинов и его церкви, придется основательно поработать ногами. Но труды ваши окупятся с лихвой. За монастырем на бастионе Хетвер находится прекрасная смотровая площадка, откуда виден весь город. Изумительная панорама Зальцбурга просматривается нестой горы. Неподалеку от Капуцинерберг находится Матетклац. Миновав церковь Троицы, вы попадаете к дому номер 8, где жила семья Моцартов, переехавшая сюда с Гетраи де Гассе в 1773 году. Во время Второй мировой войны дом сильно пострадал из-за бомбардировок. Сегодня он восстановлен. Здесь выставлены музыкальные инструменты эпохи Моцарта. Дух Моцарта в Зальцбурге чувствуется повсюду. А о том, чтобы так оставалось и впредь, следит Моцартеум. Так называется и Всемирноизвестная консерватория, и Международный фонд, чьей задачей является сохранение наследия Моцарта. В библиотеке фонда вы найдете все произведения, написанные Моцартом и о Моцарте. Например, партитуры произведений, написанных им для семьи Гафнер. Симфония, посвященная этой семье, прославила ее на весь мир. Род Гафнеров существует до сих пор. Представители его всегда любили музыку и пользовались уважением. Не секрет, что Моцарт любил пожить в свое удовольствие. О его гастрономических пристрастиях мы узнаем из многочисленных писем. Это были капло и белуга. Отведать их в наши дни ему бы не удалось. Петухов кастрировать перестали, а любимой им русской рыбе давным-давно преграждает путь плотины дунайских ядроэлектростанций. Финансовые трудности у Моцарта возникали часто. О них он тоже пишет в своих письмах. Зато когда деньги появлялись, он тратил их, не задумываясь. Наверное, при жизни Моцарта этот бумажник был не намного толще, чем теперь. Вот портрет семьи Моцарт. А это оригинальная партитура оперы «Женитьба Фигаро», бесценных спонат. Обычно такие хранятся в сейфах. За зданием Моцартового, посреди бастионных сооружений, стоит домик, где в 1791 году была написана большая часть волшебной флейты. Первоначально он находился в Вене, а потом был перевезен сюда, в Зальцбург, в родной город великого композитора. На кладбище Санкт-Себастьян, что в переулке Линцергассе, похоронены некоторые из членов семьи Моцарта. Здесь покоится вдова Моцарта, Констанция, во втором браке фон Ниссен. А рядом могила отца Моцарта, Леопольда Моцарта. А вот сам Вольфганг Амаде Моцарт был без всяких почестей похоронен в Вене, в общей могиле. Культ Моцарта со временем принял неожиданные формы. Его именем называют сладости, шампуни, духи. Реклама Моцарта в Зальцбурге присутствует практически везде. В самом Зальцбурге и в его окрестностях есть несколько замков. Замок Мирабель находится в самом городе. В 1606 году архиепископ Вольф Дитрих приказал построить его для своей подруги Саламе Аль. Она подарила ему десятерых детей, а он ей этот замок. Парк Мирабель дышит жизнерадостностью и великолепием, свойственными стилю барокко. Это самый красивый парк Зальцбурга. На окраине Зальцбурга находится замок Хнессхай. Он был построен фишером фон Эрлахом для архиепископа Иогана Графа Тунского. Во времена нацистов в нем останавливался Гитлер. Замок Леобольцкрон расположен южнее горы Мюнцберг. В 1918 году он был куплен основоположником Зальцбургских фестивалей Максом Райнхардом. Благодаря своему местоположению Леобольцкрон – самый романтичный из зальцбургских замков. А вот и самый забавный из них – Хельбурн. Архиепископ Маркус Цитикус повелел возвести замок, окруженный деревьями и водоемами, на радость себе и своим преемникам, как гласит Хоро. Искусственно украшенные залы дают представление о стиле жизни архиепископа. Архиепископ Маркус Цитикус любил позабавиться над гостлями, для чего на территории замка были оборудованы хитроумные водяные сюрпризы. Утонченные технические фокусы прославили парк на весь мир. Вызывая веселый переполох, кто тут, кто там, откуда ни возьмись, вдруг начинают бить фонтаны. Еще в Хельбруне есть механический театр. Работа горного мастера Розенкекера, завершенная в 1753 году, продолжалась 4 года. Конструкция состоит из 256 фигурок, которые приводятся в движение все той же водой. Каждый год два августовских уикенда посвящаются Хельбрунскому фестивалю. Это пестрый спектакль с музыкой, танцами, играми и пантомимами. Все как во времена Моцарта. Зрители становятся участниками действия, происходящего на фоне зеленой декорации во всех уголках парка. Ночной Зальцбург. Когда сгущаются сумерки, на улице выходят те, кому не спится. Мы отобрали для вас кафе, где можно уютно скоротать вечерок. Скажем, здесь, в ресторане «Ка и Ка», где готовят самые вкусные в Зальцбурге десерты. А вот вам обзор ночных заведений Зальцбурга. Со среды до воскресенья в кафе «Палетти» исполняют живую музыку. Джаз, фольклор и регги. А еще в нем есть очень уютный пивной подвальчик. В пивном ресторане «Аугустин» бочки вскрывают по нескольку раз в день. Здешний ячменный напиток свеж всегда. А напоследок еще несколько фрагментов Зальцбурга. Города, чьи великие сыновья Вольфганг Модей Моцарт, Рихард Штраус и Герберт фон Карайан снискали ему всемирную славу. Как-то отвечая на вопрос, в какое время Зальцбург красивее всего, писатель Герман Барр сказал, «А Сальцбург красив всегда, но каждый раз думается, что именно сейчас он особенно прекрасен». Виан, Виан. Архитектурные шедевры города переносят туристов в славные, добрые старые времена, короли и императоры. Виана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитру А.Кулакова Но Вена – не только живой музей прошедших времен. Третий центр объединенных наций, один из самых популярных в мире конгресс-центров. Вена – вполне современная столица Австрии, расположенная в сердце Европы, на стыке Востока и Запада. При всей своей демократичности Вена не забывает о своих монархических корнях. Что и говорить, приятно услышать свой адрес. Честь имею, господин придворный советник, пусть даже этот титул будет присвоен вам каким-нибудь уличным торговцем. Вена – город музыки. Пройдите по следам Моцарта и Штрауса. Вы увидите, что Вена бережно хранит свое прошлое. Разглядите золотое сердце Вены в парках или в излюбленных прогулочных местах. В план знакомства с городом непременно нужно включить и посещение уютных кафеев. В Вене много всего. Побудьте здесь подольше. Большинство туристов приезжают в Вену на автомобиле. Предположим, вы едете из Германии или Швейцарии. Тогда по трассе А1, так называемому западному шоссе, вы попадаете прямо на западную окраину Вены. Предлагаем вам начать нашу экскурсию с кольцевой улицы Рингштрасса, опоясывающей центральную часть города. Это парадная улица Вены. Сядем в трамвай возле оперы и полюбуемся великолепием ее сооружений из окошка. Слева от вас находятся два одинаковых здания. Музей истории искусств и музей естественной истории. Далее по маршруту здание парламента. Бург-театр. Ратуша с парком. Старое здание университета, где в свое время защищал диссертацию Зигмунд Фрейд. А Земельвейс читал свои знаменитые лекции. Рядом с ним одна из красивейших церквей Вены, вот и в Кирсе. Дальше вы видите старейшую обсерваторию Вены, Уранья. Затем площадь Шварцерберг-Плац, где находится отель «Империал». И вот мы снова вернулись к зданию оперы. А теперь приглядимся к этим зданиям повнимательнее. Лучше всего пойти пешком. Венская государственная опера строилась с 1861 по 1869 год. В то время она именовалась придворным оперным театром К.И.К. Она видела немало блестящих представлений. А директорами в ней были такие знаменитости, как Густав Малер, Рихард Штраус, Герберт фон Караян. А знаменитый бал, на одну ночь собирающий в ее стенах целый мир. Позади оперы площадь Альбертинар-Плац с антифашистским памятником работы скульптора Альфреда Ретлички, установленном здесь в 1988 году. Горожане относятся к нему неоднозначно. В составе коллекции графического собрания Альбертина 20 тысяч рисунков и свыше 200 тысяч гравюр и ритографий Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рубенса и других западоевропейских мастеров. Оно считается самым крупным в мире. А теперь пройдем через Брюкгартен к улице Буркгринг, где в окружении великолепных по красоте музеев вековечна в камне императрица Мария Тереза. Коллекции произведений, собранные в этих музеях, одни из богатейших в мире. Давайте заглянем в музей и естественную историю. Его гордость – Венера Виндорфская, старейшая из обнаруженных на территории Австрии скульптур каменного века. Ее возраст оценивается в 25 тысяч лет. На другой стороне кольца находится площадь героев – Хельденплац. В ее южной части – Австрийская государственная библиотека, в прошлом – библиотека императорского двора. Площадь героев, примыкающая к тыльной стороне Хофбурга, во все времена была местом проведения военных парадов. Когда-то это здание служило резиденцией Марии Терезы. Теперь здесь резиденция австрийского президента. Если на крыше развивается красно-белокрасный флаг, значит, в данный момент в нем находится глава австрийского государства. Пройдя через народный сад, вы попадаете к ратуше. Построенный в 1883 году архитектором Фридрихом фон Шмидтом, построившим Кельнский собор. Высота ее башни – 97,9 метров. Ратуша служит резиденцией бургомистра Вены. Напротив ратуши находится знаменитый Бургтеатр. Серьезно поврежденный во времена войны и восстановленный в 1955 году. Наша следующая цель – церковь Ватевкирхе. Когда в 1853 году молодой император Франц Иосиф I был спасен от покушения, его брат, эрцгерцог Фердинанд Макс, впоследствии мексиканский император Максимилиан, задумал возвести эту церковь в неоготическом стиле. Ее строительство продолжалось с 1856 по 1897 год. Урания – бывшая Венская обсерватория, наш ориентир, показывающий, куда отправиться дальше. Миновав бывшее военное министерство, вы попадаете в городской парк. В этот оазис посреди большого города так и тянет заглянуть хотя бы ненадолго. В этом парке стоит самый красивый в Вене памятник Иоганну Штраусу, королю Вальсу. Его незабываемые мелодии восхищают весь мир. На площади Шварценберг-Плац находится уютнейшее кафе – кафе Шварценберг. Если повернуться к городу спиной, мы увидим самую красивую церковь в Вене – Карлскирхи. Строительство этой церкви в стиле барокко было начато в 1716 году архитектором Фишером фон Эрлхом, а завершено в 1739 году его сыном Иосифом Эммануэлем. Эта церковь была построена по обету, данному императором Карлом VI во время эпидемии чумы 1713 года. На площади Карлсплац напротив церкви блещут неувядающей красотой отреставрированные трамвайные остановки в стиле модерн, построенные архитектором Отто Вагнером. Здесь же находится музей города Вены, посвященный архитектору Отто Вагнеру. Дойдя до здания оперы, можно направиться к центру города. Мимо отеля «Захер», прославившимся благодаря своему торту. По красивейшей пешеходной улице Вены Кернтерстрассе, где каждый день до самого вечера публику развлекают артисты. до конца Кернтерстрассе, вы окажетесь на площади Шток им Айзен. Здесь находится достопримечательность XVI века — ствол дерева с вколоченными в него гвоздями. Предание гласит, что, покидая Вену, каждый подмастерье вбивал в это дерево гвоздь. А если вы оглянетесь назад, то увидите символ Вены «Собор Святого Стефана» или «Штефел», как величают венцы эту башню, высота которой составляет 107 метров. История строительства собора восходит к XII веку. Самые старые части собора — громадные ворота и башни. Это здание, именуемое стеклянным домом, реконструкция. Архитектор Ганс Холлайн постарался, чтобы его стеклянный фасад вписался в общий ансамбль площади. Аугарден — фирменное название единственного фарфорового завода Вены, богатого традиции. Эти чудесные вещицы изготавливаются вручную с 1718 года. Если вы проголодались, подойдите к одному из продавцов жареных колбасок на площади Штефанспад. Ассортимент — франкфуртские, венские, вальдфиктельские и сыром. Желаем приятного аппетита! Подкрепившись, можно двинуться дальше. Мы направляемся к улице, называемой Капустным рынком, которая выходит к крепости. Когда-то эта крепость была резиденцией монархов. Вокруг нее располагалось множество верных служителей, поставщиков и ремесленников. Их вывески сохранились по сей день. Играет музыка. Необычная достопримечательность Вены — придворная испанская школа верховой езды, расположенная сбоку от крепости. Слово «испанский» относится к лошадям, которых доставляли из Испании. За исключением летних месяцев, вход на утренние занятия открыт для всех желающих ежедневно с 10 до 12 часов, без всякого бронирования билетов. А вот на вечер билеты приходится заказывать за год, порой за полгода. Пройдя чуть дальше, вы попадаете на площадь Плац Анхоф. Особую нотку этой площади придают красивые и хорошо сохранившиеся здания в стиле Пидермейер и главный пожарный посоль. В этом месте перед венской публикой впервые выступил Вольфганг Амадей Моцер. Неподалеку находится городской музей часов. Из трех тысяч экспонатов такие радуют глаз посетителей больше всего. Вольфганг Амадей Моцер Уникальные экземпляры коллекции. На обозрение посетителей выставлен и часовой механизм с башни собора Святого Стефана. Однако жемчужина коллекции — вот эти великолепно оформленные астрономические часы XVIII века. Следующая остановка нашего маршрута — площадь Дерхуэ-Марк. В средние века это была обычная рыночная площадь. Сегодня это место интересно туристам прежде всего из-за механизма, встроенного в арку в стиле модерн в 1911 году. Каждый день ровно в 12 часов под музыку здесь проходит пестрая вереница исторических фигурок. Субтитры создавал DimaTorzok На рыночной площади представлены раскопки руин бывшего лагеря римских легионеров Виндобона, первого постоянного поселения на территории нынешней Вены. Эта церковь тоже интересна своей стариной. Основное здание церкви Рупрехта относится к 740 году. Башни построены в IX веке. Позади церкви находится еврейский квартал с синагогой и переулком Юденгассе, где настоящая жизнь начинается только вечером, но об этом позже. В переулке Сальваторгассе находится архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный в 1530 году. Некоторые из старых табличек вговорятся они за себя. Вена обладает гастрономической культурой самого высокого уровня. В так называемых байзлах вас прекрасно накормят за небольшие деньги. Байзл означает «трактир». Их вы найдете главным образом за пределами городского центра. Почти на каждом углу вы обнаружите черные доски с меню, где перечислены недорогие, но прекрасно приготовленные блюда. Замок Шонбрун, построенный архитектором Фишером фон Эрлахом с 1696 по 1713 год по заказу императора Иосифа I, служил летней резиденцией императорского дома Габсбурга. В наши дни здесь охотно бывают туристы. Внутренние помещения замка сохранились в первозданном виде. Широкая парковая аллея ведет к павильону с пальмами. Это здание из стали и стекла, построенное в 1883 году, было открыто для посетителей только в 1990 году, после 14 лет реконструкции. Самый красивый венский замок в стиле барокко – Бельведер. Замок строился как летняя резиденция легендарного победителя турков, принца Евгения Савойского. А сегодня он используется в представительских целях. В 1955 году с этого балкона прозвучали легендарные слова «Австрия свободна». Венцам было объявлено о подписании государственного договора о восстановлении независимости Австрии. Вена дважды успешно отражала нападение турецкой армии, обращенной в Бекшар. Оставшийся в память о турках кофе стал частью культуры венских кофеен. Некоторые из них остались такими же уютными, как во времена наших дедушек и бабушек. Какой бы кофе вы ни заказали, черный с шоколадом или меланж, атмосфера кофеи одинаково приятна для всех. А теперь выкройте пару часов, чтобы полюбоваться зданиями в стиле модерн. Этот стиль возник на рубеже двух столетий и органично прижился в Вене. Вот выставочный павильон членов объединения представителей нового искусства той поры, чьим девизом были слова, написанные на фасаде «Эпохи искусства, искусству, свободу». Чуть поодаль находится дом, в котором жил самый известный архитектор Вены, работавший в стиле модерн – Отто Вагнер. Здесь архитектор за свои собственные деньги воплотил идеи оформления фасадов. Позолоченные медальоны на них выполнены Колом Мозером. Завершить осмотр архитектурных изысков модернистов можно на улочке Грабен перед Грабенхоффом, где находится единственный в мире туалет в стиле модерн. Как там они говорили? Эпохи искусства – искусству, свободу. Водонапорная башня, построенная в микрорайоне Фавориты, была отреставрирована в соответствии со старыми планами. Рядом с ней находится символ старой Вены – столб, увенчанный крестом. Раньше здесь было судилище и южные ворота. Отношение венцев к смерти отличается некоторым своеобразием. Ухоженную могилу в народе называют красивеньким покойничком. Центральное кладбище Вены. Здесь более 350 тысяч могил. Территория небольшая, в два раза меньше Цюриха. Зато здесь вдвое веселее, так в шутку говорят в Вене. Представителям искусства город отвел самые почетные на Центральном кладбище места. Здесь похоронено немало его славных сыновей. Кладбище Санкт-Петербург Маркса. На нем уже давно никого не хоронят. В холодное декабрьское утро в общей могиле здесь был погребен гений Вольфганг Амадей Моцарт. Памятник над могилой поставили гараж до позже. Надгробия единственного уцелевшего кладбища времен барокко напоминают о профессиях той поры. Летом Вену украшают фиакрами. Когда-то в фиакрах ездили только богачи. А сегодня они служат средством передвижения туристов. Прокатитесь в таком экипаже, и Вена наверняка станет вам ближе. Пратер. По утрам это оазис для бега и прогулок. А позже, днем, отличное место отдыха для публики всех возрастов. Вот ресторанчик Швайцерхаус. Скажем по секрету, здесь вы отведаете отменное пиво с сочной рулькой на местном наличии Штельце. День, днем, отличное место отдыха для публики. Пратер – еще и развлекательный парк с множеством игровых и выставочных помещений, где может повеселиться и стар, и млад. Вечерняя поездка на чертовом колесе. Вся Вена у ваших ног. На новую Вену можно посмотреть в третьем микрорайоне. Когда-то художника Фриденс-Райха Хундерт-Вассера боялись как огня. Однако ему удалось убедить отцов города, и они дали разрешение на строительство задуманного им жилого дома. В постройке использованы кирпич и дерево, никаких искусственных материалов. Асимметричность учитывалась с самого начала. Из уважения к обитателям, дома разрешено осматривать только снаружи. Субтитры создавал DimaTorzok Мортрет города дорисован. Как вы убедились, в Вене много всего. Побудьте здесь подольше. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ